Доброе утро! Начинаю новый влог. Сегодня 5 июня, 9 часов утра. На улице просто замечательная погода, и сегодня я уезжаю в город. У меня в зубе какая-то тупая боль, и у меня в одном зубе была киста. Одно время мне врач очень некачественно сделал зуб. Так получилось, что на половине зуба у него вышли какие-то дела, и он уехал. И приехал достаточно поздно, и просто запландировал. Еще тогда мне показалось это странным. Но вот после этого у меня появилась в зубе киста. И теперь это лечить гораздо сложнее. Поэтому, когда выбираете врача, будьте предельно аккуратны, не шутите со своим здоровьем. Потому что это очень-очень важно. Я потому что сама допустила эту ошибку. Я пошла к врачу, просто который находится недалеко от моего дома. Я думаю, какая разница стоматолога и стоматолог. Но нет. Как вы видите, осложнения бывают очень даже неприятными. Вот сейчас у меня в зубе киста, и она постоянно разрастается. Я ее вроде лечу, потом она опять появляется. То есть с этим зубом у меня уже такой геморрой. А все из-за того, что один врач делал ошибку. Точнее, я выбрала не того врача. Я делаю совсем легенький макияж. Чуть-чуть хайлайтера. Беру с собой только вот эту сумку и ноутбук. Эта сумка тоже, она полупустая. Все остальное оставляю здесь. Потому что я буквально в город на пару дней. Возвращаюсь к вам через день. Я столько всего успела. Я нарастила себе реснички. Мне они безумно нравятся. Это эффект тушь. Я хотела сначала сделать эффект Кайли. Но потом мы с мастером остановились на этом эффекте. И вообще я не планировала, если честно, делать ресницы. Так получилось, что я сходила на лазерную эпиляцию, на коррекцию. И там у мастера я увидела ее реснички. Они мне настолько понравились. Очень круто были сделаны. Я спросила у нее, как долго у нее держатся эти ресницы. Она сказала, что больше двух недель уже находятся этими ресничками. Я попросила контакты. И так получилось, что в этот день как раз-таки у мастера было окошко. И она, кстати, мне за 40 минут сделала. Очень быстро. Мне безумно понравилось. Правда, у меня вот этот глаз немножко покраснел. Но я надеюсь, что это пройдет. Правда, мне сегодня надо обязательно купить щеточку, чтобы их расчесывать. Я наивно предполагала, что у меня дома есть эта щеточка. Даже было несколько штук. Но потом я обнаружила, что они куда-то испарились, исчезли. Вообще, эта черта характера мне очень не нравится в себе. То, что я нетрепетно отношусь к своим вещам. У меня постоянно все теряется. Помните, я потеряла две свои помады. Я их так и не нашла. Короче, я не знаю, как стать более организованной. И чтобы мне ничего не терялось. Если, например, куплю набор кистей, у меня через год половины кистей просто нет. Они куда-то исчезают. Хотя кисти сами никуда не передвигаются. И по идее, с собой куда-то я в редких случаях беру с собой кисти. Куда они деваются, я не знаю. И, кстати, я еще проэпилировала затылок впервые. Раньше никогда этого не делала. Естественно, все тело стоит отдельно. Лицо отдельно стоит. И за затылок я тоже заплатила отдельно. Возможно, многие подумают, зачем это делать. Но когда ты собираешь волосы, здесь кое-где торчат волосюшки. И это меня жутко раздражает. Хотя это естественно. Это нормально. Так и должно быть. Но я уже прям помешана на лазерной эпиляции. Мне просто хочется проэпилировать все. Даже, вы знаете, есть пушковые такие волосы. Вот здесь у меня белые. Мелкие-мелкие волосики. И мне лазеролог говорит, что лучше их не трогать. Потому что вместо них потом будут черные волосы. Но у меня уже, знаете, фетиш. И мне не нравится, что рука отличается. То есть здесь есть пушковые волосы, а здесь их нет. Поэтому я решила и здесь делать лазер. В общем, везде делать лазер. Я не знаю, почему. У меня офигенное настроение. У меня такой настрой менять себя. Что-то совершенствовать в себе. Утро я была у стоматолога. Сегодня я была у стоматолога. Изначально я поехала к стоматологу за винирами. Я хочу сделать передние 4 зуба виниров. Точнее, я бы хотела сделать все. Но у моего стоматолога очень-очень дорого. То есть в другом месте я могу сделать в 2 раза дешевле. Но мой стоматолог не советует все пилить и делать виниры. Естественно, я хочу не совсем унитазную улыбку, а плюс-минус, ну, наверное, такого же цвета, как у меня сейчас зубы. То есть белее этого я не хочу, чтобы это выглядело натурально. И в таком случае мой стоматолог просто советует мне сделать 4 передних зуба виниров. А все остальное просто отбелить. Но я, наверное, подробно вам еще расскажу в мукбанке обо всем этом. Я, кстати, начала рано вставать. Каждое утро я встаю в 7 и ложусь в 12. То есть у меня такой вот режим. Я сегодня записана к стоматологу на 12. А до 12 у нас с вами куча времени. Поэтому я хочу пойти в супермаркет, купить себе пиццу и классно позавтракать. Сходила и купила свою любимую пиццу. Здесь у меня кофе. Позвонила подруга, целый час с ней болтала. Уже остыл даже кофе. Здесь мой любимый лавашик из кислой пастилы. Обожаю. Это самый кислый. Банан и шкатка Милка. Такой скромный у меня завтрак. И смотрим мы с вами Дом 2. На удивление на улице, кстати, прохладненько. Поэтому даже не знаю, что надеть. Мне очень нравится вот это платье из последнего заказа Шейн. Оно безумно милое просто. Этот воротник это просто любовь. И еще есть повязочка на голову. Но это совсем для жарких деньков. А сегодня надо надеть что-то более-менее теплое. Потому что на улице очень такой достаточно приятный холодный ветерочек. Поэтому сейчас придумаем что-то. Кстати, одно из моих любимых просто платьишек. И сверху я надену вот эту рубашечку. Здесь вот так вот завяжем. Классно получается. Единственный минус этого платья, что оно очень быстро мнется. Прям моментально. Я ненавижу подобные материалы. Но фасончик мне очень нравится. Цвет такой, знаете, нежный. По моим зубам так-то не скажешь, что я активно за ними ухаживаю. Но вот этот вот зуб я лечила ровно три раза. Один и тот же зуб. И несмотря на все это, врач сказал, что, к сожалению, его спасти будет невозможно. И его нужно будет удалить. И вместо него вставить имплант. Мне было очень больно слышать эти слова. Если бы это произошло из-за моей безответственности, я долго, например, не лечила зуб, и он у меня сгнил, и его нужно удалять, то это было бы не настолько неприятно, как это произошло из-за того, что врач совершил ошибку. Витер сделал мне прическу. Я уже дома. Не обращайте внимания на мой рот, потому что здесь еще не сошла анестезия. Поэтому я разговариваю в одну сторону. В общем, я купила себе вот такую щеточку, чтобы расчесывать свои реснички. У меня была она, но я не знаю, куда она делась. Но каждое утро надо их вот так расчесывать. Еще кое-что купила. Сейчас чуть позже вам покажу. У меня просто с собой не было бонусной карты моей. Я ее забыла дома. Поэтому много чего купить я не смогла. Есть одна пудра, на которую я очень давно смотрю, какого-то корейского бренда. Вот недешевая пудра. Я ее увидела там, хотела купить, а потом вспомнила, что бонусная карта осталась дома. А без нее мне покупать как-то не камильфо. То есть я уже подсела на эти бонусы. Я покупаю только в одном магазине, чтобы получать эти бонусы. Это так приятно. Такое ощущение, что тебе прям потом что-то дарят. Там как получается 5% садится тебе на карту в качестве бонуса. И в конце ты можешь на эти денюжки что-то себе взять бесплатно из магазина. Как правило, я всегда беру какую-то безделушку. Но были вещи, которые нужно было срочно купить. Мне очень понравилась вот такая масочка. Она была на скидке. Будем с вами тестить. Честно сказать, вот эти тканевые маски, мне кажется, что это пустая трата денег. Особо никакого результата от этих масок я не вижу. Но не перестаю их покупать. И еще для мамочки купила SPF крем. Она очень сильно выгорает. Это SPF 60. У мамы получается такой колхозный закат. Здесь у нее красно. Здесь у нее от бретелек, получается, остаются белые пятна. Поэтому я думаю, мама на все лицо будет на носить. На руки и так далее. Взяла небольшой объем, потому что знаю свою маму. Один-два раза использует. Потом забудет, куда-то выкинет. А срок годности у них обычно небольшой бывает у подобных средств. Вчера я тоже была у стоматолога. И после посещения стоматолога я решила купить себе очень жесткую зубную щетку. То есть зубную щетку с очень жесткой нитью, чтобы хорошенько вычищать все. Как говорится, скупое платье дважды. Я решила сэкономить и взять две щетки в одном. То есть так чуть дешевле получалось. А оказалось сегодня, что стоматолог совершенно не советует пользоваться зубными щетками очень жесткими. Потому что они стирают эмаль. Поэтому мне надо сейчас пойти и опять себе купить щетку уже со средней степенью жесткости. Я совсем слегка подправила макияж. Вот такой вот у меня получился. И сейчас хочу снять два видео рилз. По-любому мне надо помыть кисточки. Я хочу это все заснять, озвучить, рассказать кое-что. Мне кажется, должно получиться интересно. Еще плюс в ближайшее время я опять уезжаю. Поэтому хочу собрать косметичку, косметических средств, которые я хочу взять с собой. И заодно покажу вам и сниму видео рилз. Так что я побежала снимать для вас контент. И скорее всего эти видео вы увидите сразу. Потому что сразу я их монтирую и кину для вас. А влог, наверное, выйдет чуток попозже. Вот когда рано встаешь, столько всего успеваешь. Посмотрите, на улице, по-моему, время 4-5. А я столько всего успела, потому что встала рано. Поэтому вставайте рано. Бесерочек такой приятный на улице. Прям гулять самое то.